Привет всем! В эфире Ньюсбокс. Меня зовут Катерина Матвеева. Сегодня свой день рождения отмечает легендарная артистка Мадонна. Между прочим, ей исполняется 60 лет. Желаю всем нам выглядеть в 60 также. Прекрасно, как она. А я расскажу вам о других новостях из мира музыки и шоу-бизнеса. Самое интересное можно увидеть только в Ньюсбокс на Russian Music Box. Начинаем! История группы BTS и K-pop в целом. В чем секрет популярности корейских бойсбендов? В ресторане Мирамары на Никольской улице состоялось невероятное шоу безликий артиста и хореографа цирк Дю Солей Марио Форелли. Все подробности об этом и не только узнаете уже через пару секунд в новом выпуске Ньюсбокс. Рэп-монстр, Джин, Сюга, Чимин, Чангук. Это не название электро приборов или корейских блюд. Это имена парней, чьи видеоклип на ютубе набирают 460 миллионов просмотров. Про историю создания и феноменальную популярность корейского бойсбенда BTS расскажем прямо сейчас. Анимешные девочки в коротких платьицах, кавайные парни со взъерошенными челками, эпатаж, танцы. Все это кей-поп. Этот музыкальный жанр возник в Южной Корее в начале 90-х. По сути тот же поп, только на корейском и в исполнении корейцев. Самый известный представитель рэпер Псай. Но популярность завоевали и бойсбенды. Они состоят из 5-9 парней. Самый известный из них BTS расшифровывается как Bang 10 или Bulletproof Boy Scout. В этом году они попали в хит-парад Billboard Music Awards в номинации лучший артист в социальных сетях, обойдя Джастина Бибера и Селену Гомес. Приглядитесь, все парни красивые, пластичные и очень популярные. У аккаунта BTS более 12 миллионов подписчиков, но у этого дорогая цена. В раннем возрасте будущие кей-поп-айдолы или по-русски кумиры заключают контракт продюсерскими центрами и становятся трейни. Там трейни проходят курсы вокала, танцев, актерского мастерства, сидят на диетах и даже делают пластику, чтобы выглядеть на все сто. Лидер группы Ким Нам Джун или Рэп Монстр. Единственный неизменный участник с 2010 года. О личной жизни парней известно мало. Все концерты, съемки до интервью. Зато поклонники рады. С удовольствием смотрят нарезки смешных моментов из их видеодневника. Если вы после просмотра этого сюжета вдруг захотели стать кей-поп-исполнителем, то вот вам совет. Первое, учитесь петь. Второе, танцевать. Ну и, наконец, станьте корейцем. Артист и хореограф цирка Дю Солей Марио Форелли представил свое невероятное шоу «Безликий», на котором побывала наш корреспондент Дарья Шаталина и узнала, в чем уникальность этого шоу. На днях состоялось невероятное шоу «Безликий» артиста и хореографа цирк Дю Солей Марио Форелли, который рассказал нашему корреспонденту Дарья Шаталиной, в чем уникальность этого шоу. Я решил совместить несовместимое, соединить цирковые номера, так как бытность работала в известном международном проекте цирк Дю Солей вместе с Сергеем Аргаем, и это все соединить в едином спектакле. Это спектакль, не напряженный об эмоциях, о любви, о ревности, о войне, обо всем. В шоу «Безликий» также приняли участие цирковой коллектив «White Circus» под управлением Сергея Маргая, музыкальный коллектив «Космакс Бэнд» под руководством Макса Дорбика, продюсер Сергей Поляков и оборожительная обладательница «Золотой звезды» Алла Пугачева Екатерина Лещева. Все равно благодаря маэстро Марио Форелли все это удалось максимально украсить на самом деле. Марио Форелли известен не только как исполнитель уникального номера «Маска», который выступает на лучших театральных и мировых площадках, но и как хореограф и постановщик разнообразных масштабных проектов, среди которых предстоящая реальная премия «Мюзикбокс» на волне музыки. Думаю, что 30-го это будет большая форма с нашими любимыми звездами отечественной эстрады, и мы вот так попробуем поменять вообще формат. Не только, не просто подтанцовка или не просто цирковой номер, а соединить в единый интересный перформанс. Нам пришла пора прощаться. Завтра смотрите дайджест «Все самое интересное за неделю». Не забывайте заходить в наши официальные группы ВКонтакте и Фейсбуке, а также пролистывать Инстаграм телеканала Russian Music Box. Там всегда найдется, что залайкать и откомментировать. А с вами была Катерина Матвеева. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!